Проблема голосовать или не голосовать заключенным, она не является очень принципиальной, потому что, несмотря на то, что у нас достаточно значительное количество наших сограждан находится в местах лишения свободы, но если бы все граждане России приходили бы на избирательные участки, этот бы процент был бы незначительным и не оказывал бы принципиального воздействия на итоги голосования. Тем не менее, в нынешних наших реальных условиях, когда явка низкая и низкая явка всегда выгодна власти, разрешить еще и заключенным голосовать, это означает, что создать еще дополнительный резерв голосов, потому что понятно, что в местах лишения свободы люди будут в значительной степени голосовать так, как им говорит начальство. Покайся, а тебе потом скидка выйдет. Проголосуй как надо, а мы это потом учтем. Это подконтрольное голосование, наблюдателей там нет, и мы будем получать огромные результаты за Единую Россию и за ЛДПР. Две партии, которые получают всегда больше всего голосов, например, в следственных изоляторах, там, где люди еще не осуждены и, соответственно, имеют возможность голосовать. Поэтому я считаю, что эта инициатива на данный момент, она не своевременна. Продолжение следует...